Две главные силы питают мощь нашего государства, наверное, и любого, но нашего особенно. Интеллект нации – иживительный источник культурных традиций. Учествуя во Дворце независимости накануне Дня Белорусской науки лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития нашей страны отрасли. В этом году свой профессиональный праздник вы встретите уже в новом статусе. Присвоение званий доктора науки профессора станет очередной вашей победой на сложнейшем пути познания законов природы, общества, а также основой для ваших новых свершений и не только ваших. Говорят, что многие открытия в науке делаются случайно, но абсолютно точно не случайно. За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного, напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало – это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные. Вы знаете, что в Беларуси наука пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. Ну и требования очень серьезные. Я убежден, может быть, в чем-то ошибаюсь, но в основном прав, ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь. А если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад, я зацепил эти времена. Вряд ли это возможно. Наши отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. Эта высокая миссия требует от каждого из вас большой самоотдачи, ответственности за принимаемые решения. Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового 21 века. Сегодня как никогда жизненно важно войти и закрепиться в группе стран разработчиков-производителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. У нас есть все основания для успешного движения в данном направлении. Беларусь уже обрала широкую известность благодаря исследованиям и разработкам в области информационных и космических технологий, атомной энергетики, физики, машиностроения, агропромышленных, биотехнологий, медицины и фармацевтики. Все, что достигнуто во благо человека и нашего государства, это заслуга таких, как вы, самоотверженных и преданных благородным целям людей. На ваших плечах, как бы пафосно это ни звучало, ответственность за будущее наших детей. Сегодня мы должны смотреть на многие десятилетия вперед, сделать все, чтобы каждое новое поколение беларусов гордилось своими истоками, берегло историческое достояние и совершенствовало наше лучшее начинание. Более того, наши достижения обязательно должны найти развитие в результатах труда лучших учеников, перспективных, амбициозных, с государственным мышлением. Их будущий успех и станет настоящим подтверждением высоких знаний и научного авторитета наставника. Пусть эта традиция преемственности интеллектуального потенциала послужит главным целем дальнейшего развития нашего государства. Еще раз, уважаемые друзья, с праздником! Хочу пожелать вам здоровья и, что очень важно, рядом со здоровьем для ученого должно стоять вдохновение. Это самое главное. Не останавливайтесь. Вы очень многого достигли, но хотел бы пожелать вам, чтобы это была база, фундамент, платформа, которая послужит дальнейшему движению вас, как ученых, вперед. А сейчас позвольте мне, согласно установившейся традиции, вручить вам заслуженные свидетельства вашего таланта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.